Ну что ж, дамы и господа, возвращаемся, мы продолжаем после ремейка, после долгой паузы, проблемы были у команды Титана с их подключением, но вроде бы проблемы свои решили, сейчас посмотрим это лпик ремейк, надеюсь не вылетит больше ямтах, играют ребята из Южной Азии, играют на китайских серверах, и видно, что неприятность у них с подключением, и если сейчас кто-то вылетит, возможно у нас будет очень долгая пауза. Так, ну тем не менее, НЕ, сторона Рейдент, Алекс на Клокарке, Шики, Штормом отправится на мид, а на Таске, на Тускаре, XZ на Визаже и ЗСД Спектра. Ну, казалось бы, выглядит более-менее неплохо, но с другой стороны, давайте посмотрим, что здесь находится. Команда Титан, сторона Дайер, НЕТ на Сент-Кинге, X на Лешаке, и с ними же отправляется АХ на Миране. Очень жесткий, очень серьезный здесь трейлейн, очень боевой трейлейн, и Спектре здесь пофармить навряд ли дадут. НВП, Ямотек, Элдер с Титаном отправится на мид, и КВХВ, друидом будет стоять, Сейфлейн будет фармить. Ну что, давайте посмотрим, чем здесь все начнется. Выходит Тускар, видит его сразу же Сент-Кинг, не дотянется, он гарантированно борострайком. Полетела стрела, нейтрал в комбинет, и Тускар чуть было не насадился на эту стрелу, но успел отбежать. Расставляется ворды, здесь блокируется от пул. Побежали за руну, вылетает опять Ямотек, в общем, если так будет продолжаться, они уже говорили, что 5 минут мы ждем, если он не возвращается, мы даем победу нашим оппонентам. То есть они уже согласны на это. Говорят, что красного ждут, но, как минимум, это проблема не с подключением, что уже довольно неплохо. Ладно, давайте ждем минуту, пока он вернется. Видно же уже, что у игроков там минус мораль, вылетает постоянно, они там налево-направо вылетали, в лобби сидели. Пятером не могли собраться очень долго. Ждали мы их чуть ли не 10 минут, а то и больше. Перелив между матчем выдался довольно большой. Ну, в целом видно, что у Титан все здесь очень серьезно. На миде вкачает Ауру Элдор Титан, если вернется, конечно, Родианс, но фармит гарантированно кайвая к своей минутик 20-й, потому что здесь эти товарищи будут отвлекать с него внимание довольно успешно, как я ожидаю. Здесь идет Тускар, идет Спектра, то есть действительно трейлейн им дождь не собирается. НЕ. Ну, а под раз им здесь навряд ли выйдет. Тройной стан, огромное количество урона. Притом АУЕ урона, практически весь урон АУЕ, кроме разу, что стрелы. И это будет очень неприятно. Навряд ли здесь получат каких-нибудь скрипов Спектра, ну и в целом. Было бы, конечно, неплохо им как-то зажаться здесь хотя бы до третьих уровней. Продержаться, то есть как-то просто сжав зубы, как-то в лесу здесь сидеть и не подавать виду. Ну и нужно надеяться, что прибежит Шторм, прибежит Клокерк, получат они успеть свой ультимейт до того, как все станет совсем плохо. И может все поправить. Если этого не произойдет, то все станет совсем печально. То есть Титан получит полный контроль над игрой за счет такого очень агрессивного лейна. Ну, пока же мы ждем возвращения товарищей НВП. Нет пока информации от команды Титан. Общаются они преимущественно на китайском. Даже если что-то скажут, придется лишь догадываться. Ну, в любом случае, матч здесь явно будет очень быстрым. Рад, что будет какой-то эпичный камбэк от команды НЕ после их не самого удачного лейнинга. Хотя посмотрим, возможно здесь сейчас будет какое-то чудо, как-то они здесь разлейнят это все хозяйство. Более-менее как-то будут выживать, а потом за счет ультимейтов. Наштармейнок вокруг и будут реализовывать себя. Проблема у них лишь первые буквально 5-7 минут. Вот он возвращается, НЕП. Гоу-гоу. Поехали. Все готово. Забирает Миран Иллюзию, все совсем хорошо. То есть даже с руной повезло. Маны, конечно, не хватает. Немного потрастится он уже. И сразу же разламывается интервард. Так, и вылетает вообще все кастеры на свете. Ставит паузу. Похоже, этот матч совсем проклят. Ладно, давайте подождем сейчас. Вернулся, постепенно возвращается. Кастер, мы это быстрее, мне надо перезагружать доту. Вроде бы все вернулись. Честно, не успела посчитать там кто и сколько. Гоу-гоу. Он уже начинает материться. А за Цензурина. Ну что, продолжаем. Надеюсь, это не будет двухчасовой матч, полный пауз. Такое у нас уже бывало. На азиатских турнирах это не редкость. То есть там комментаторам может прийти с несладком. Так, ну видим, здесь уже подсиживает. Подсиживает Сент-Кинг, подсиживает Лешак. Спектра пришла, сунулась к Крепам. Получается, рожу стрелу. Видит, что там еще иллюзия. В общем, все плохо. Если рожу начинает играть. Так, моментально. Полетели сосульки, но в никуда. И это половина монополу Тускара. Отпивается она обратно к Лерити. В принципе, если успеют они подлодить Лешака, Лешак довольно худой. У него 450 всего лишь хп. У него ни веточка, ничего нет. Ее можно попробовать успеть уничтожить. Вкачать Солос Ампшн тогда. Визаж. Попробует плюнуть. Добить. Есть спектрлагер. И, в общем-то, пока что стоят, пока что держатся. Все не так уж и плохо. Приглядывается, конечно, Сэнд Кинг. Приглядывается Лешак, но... Покажу вот так. Мирану закрыли. Мирана без липа. Это первый уровень. Порезали ее там даггером и... Просто ее отогнали. Дали понять, что не стоит так агрессивно себя вести. Ну, посмотрим, послушает ли Мирана этого совета. Здесь все зависит от саппортов. Как будут обыгрывать саппорты в ситуации? Как аккуратно будут играть сами НЕ? Нужно ими своих саппортов держать. Осторожно. Не выводить с подышки. Но в то же время держаться всегда рядом со своим кэрри. Быть готовым заблокировать телом стрелу и так далее. Появляется проманшила. Спектра понимает, что ее постоянно харасит. Лейн очень сильно запушился. Сейчас опасный очень момент, но саппорты разошлись кто куда. Как раз руну невидимости здесь находит Нед. А пока смотрим, как в главном миде. На миде 11 лос-хитов у Шторма. Здесь 6 лос-хитов Эдвард Титана. Руна оставляет Эдвард Титана. Нед мог бы, конечно, взять и прийти на трилейн, но не стал он этого делать. Эдвард Титан уже с бутылкой. Ему руна полезнее. Здесь 6 скрипов у Клокерка. Друид спокойно фармит. 11-го крипа добивает. Против Клокерка у него проблем быть не должно. Мишка фармит. Все неплохо. Так, опасный момент. Приходит Сенткинг. Дотягивает все-таки Стан. Дотягивает Сибиро Страйком. Пошел в Сплитерф. Стрелу. Стрелу прямо-таки в упор запускает. Но стрела как-то перелетает через... Сквозь спектру как-то. Я не понял, как это произошло. Но тем не менее. В итоге Визаж забирает Ферстбат. Он убил Экса. И убивает еще Мирану. В итоге Визаж получает даблкил. И на эту надо бежать. Иначе он здесь тоже попадет. Правда, там Ман уже... Ни у кого нет совсем. Вот это поворот. То есть погнали за спектрой. Из-за того, что не попали стрелой. Стрела как-то прямо через спектру пролетела сквозь нее. Здесь Визаж всех заплевал. Сейчас он уже получит третий. И отсюда трилой нужно будет уводить. И это как раз то, чего... Команда Титана нужно было бояться. Что они не смогут реализовать весь свой потенциал. Понятно, что они там лагают. У них все очень плохо со связью. Возможно, из-за этой проблемы может быть стрела там как-то... В общем... Нужно реплей посмотреть. У нас здесь тоже иногда небольшой лаг в плане анимации. То есть наверняка не сказать, что там было. Ну и теперь спектра ведет себя очень спокойно. Спокойно фармит. Саппорты приглядывают. Это, конечно, с маной небольшая неприятность. Так, стрелу поймал. Нужно встанет. Там торопится Сэнд Кинг, но... Таск. Похоже, просто с руки его убьют. Нет, живет. Пока живет Таск. Приходится прыгать с Миран. Миран прыгает, но... Убивает все-таки. Саппорты хоть как-то отыгрались. Сейчас становится 2-2. Так, ну что? Как видно здесь. Такие вот по графикам взлеты и падений. Но это лишь начало. Четвертая минута. Здесь пошли уже под вышку. Спокойно заходит под вышку. Вышка клипов пока бьет. Вот, Нед не стал сразу годно инициировать. Хоть он уже четвертого уровня. Ну и как видно, поменялся-поменялись. То есть, друг друга переубивали. Один раз погибла Спектра. Один раз погибла Мирана. Но на всех всегда откидывали. На всех всегда от ассистов. И что самое главное, опыт. Так, здесь шторм. Очень мало ХП не осталось. Но Элдер Титана он все-таки успел. И оформить. Успел его убить. Летит ракета. Сейчас покажут, кто где находится. Нет. Особо здесь никто ничего так и не узнал. Опять Лешак с Сэнд Кингом что-то планирует. Они понимают, что все может получиться не так здорово, как они хотят. У Саппортов постепенно появляется. Бастинг. Так, видно. Видно Лешака. Лешак включает Диаболик Эдзик. Два номер Борострайк. Очень больно. Заряжает стрелу. И похоже, оба этих Саппортов сейчас погибнут. Саппорта тем временем режет. Режет Лешака. Лешака в итоге успевает все-таки бить. Но он тем не менее делает даблкил. Все, Диаболик Эдзик, но попался уже Саппорта. Борострайк ей дали. Но дальше уже ни урона, ни спилов толком нет. Пока это происходит здесь. Чего было не, убили КВХ. Хукшотта не было, Клокверка. Прилетал Шторм, но КВХ живет, можно сказать, на единице. ХП он убежал. В последний момент я это увидел. Так, ну и давайте вот так переключим по Нетворцу. Так будет доступнее. 1100 КВХ, можно пока в лесу посидеть. Пока он здесь медведем что-то делает с крипами. Медведя надо забрать. На втором месте Шторм, который соло-килл умудрился сделать. Еще на миде. И стоит пока доделать себе партретс. Так, дабл дамедж. Титану оставляют. Нужно нести ям так в себе ботинок. И можно будет приходить даже на трейлэйн, что-то там продолжать делать. Здесь надо с спектрой продолжать работать, продолжать саппорт. Сюда перемещать саппорт в других людей. Друиду все еще нужно пространство. Учитывая, что к нему только что приходил Шторм. Они вдовем с Клокорком его пугали, чтобы они убили там. То есть нужно и Клокорка, и Шторма. Как-то держать под контролем. Но при том так, чтобы здесь тоже все было не совсем плохо. Визаж четвертый уровень летает. Здесь расставляет варды пока. Есть немного пространства у команды НЕ. Есть ответные обсервера. А спектрой опрячет с подушком. Третий даггер. И есть хаунт, если что, куда-то прилетит. Постоянно летят ракеты от Клокорка. Показывают, где кто находится. Либо просто харасит Мирана. Да, Санкинг опять наготове. Здесь уже есть Грэйвский персклок. Видит он, что заходит визаж. Но бежать на него прям-таки не стал. В любом случае, Крепы заходят Миран прямо под вышком. То есть здесь можно спокойно фармить. И сейчас как раз тот самый момент, когда им с Лешаком было бы неплохо нажать смок и куда-то прибежать. Но большой вопрос, куда? У Шторма здесь давно уже есть ультимейт. То есть Шторм здесь ничего не сделает. Ага, позвали. Позвали помощь. Включаю дабл дамич НОП и сейчас будет какая-то мясорубка. Под лаги ДотТВ действительно. Возможно, из-за этого со стрелой. Как-то я не просмотрел. Спектру там все равно убили, между прочим. То есть... Возможно, анимация просто полетела сама по себе. Так, ну что, идут? Идут очень смело. Можно прям под вышку заползать сейчас. Довольно много ХП у Элдер Титана. Крипов здесь огромное количество. То есть здесь... Стесняться не стоит. Вижна есть на всех. Приглядывает здесь. Азарт Титан. За всей этой кампанией. Ну, выходит. Выходит Сенткик. Двойной стан. Отличнейший стан. Здесь сразу же... Спирит. И... Одного. Другого. Своим степлером. Мэдпи. Начинает наворачивать. Ох, как по пол ХП он просто сносит. Здесь сейчас огромное количество урона войдет. Еще один стан. Мирану, конечно, потеряли. Но Шторма бы убить еще. Но Шторм на Хейсте. Клокер все еще живет. Могло бы быть и получше. На самом деле. Могли бы всех попробовать убить. Но... Как-то там Клокер контролирует Сами Когами. Шторм летает на Хейсте. В чем-то получилось неудобно. Теперь возвращается визаж к проблеме. Он это... Это теряет. Титан. Остальные здесь все отходят. 6-7 станет еще отлететь ракета. Но... Ракета здесь уже никого не добьет. И пока это происходит. Друид здесь уже живет вышку. У друида. Закупил он себе ботинки закупил. Клок. Не хочет, чтобы убивали. Так что с золотом пока. У него небольшие неприятности. Супер-быстрого релика здесь явно не будет. А в то же время команда неплохо создает им пространство. Прибежал из WDM же Малатер Титан. Инициал всем так, чтобы мало не показалось. И рано. Не стал он даже прыгать. Просто с разворота нажал кнопку. И теперь уже отпрыгивает. Ботинок себе доделал. Есть колечко. В общем, все не так плохо. Для команды Титан. Давайте посмотрим по графикам, как это все выглядит. Вот примерно вот так вот. Да и тысячи у них по золоту. И тысячи по опту. Так, у нас начинается. Проблема. Тоби вчера жаловался, что у него вот так вот все происходит. Притом реконекты не помогают. Они пытались вчера реконекции. В итоге просто матч покинули. Они не стали до конца комментировать. Из-за того, что у них так все по кадру происходило. Вроде прекратилась эта неприятность. Но тем временем, на мид выходит в смоке. Бежит. Летит. Летит, точнее, визаж. Шторм забирает. Даблдэм, что в миде нет никого вообще, у противников. То есть Элдер Титан куда-то убежал. Он, собственно, здесь стоит тоже в смоке. Стоит с лишаком. Так, у нас, похоже, здесь сейчас будет какая-то пошаговая. Вот стрела прилетает. Мимо спектры. Ну и видно, что он на нее нападает. Сейчас у нас будут звуки, судя по всему. В общем, все плохо. Как бы нам... Ага. Какой же сервер сейчас просто загнется. Ладно, давайте попробуем я реконектнуться пока. Но, как я понимаю, проблема это в сервере. И как бы там у игроков не было таких же неприятностей. Нет, вроде возвращаемся. Там, как я понимаю, сломали. Здесь вышку убили спектру. Вначале мы это видели. Давайте посмотрим. Три смертные. То есть, да. Похоже, что убивали. И тем временем здесь уже на топике что-то происходит. Друид вернулся обратно. Похоже, друиды все-таки успели убить. Медведь с него на кулдавлю. Медведь нет. Да, действительно, друид погибал. А здесь его прикрывает уже Сэнд Кинг. Сэнд Кинг, при том шестого уровня. Однако здесь визаж его фамляры. Чего бы он не заметил, он на это. Фамляры летели, но на это они не увидели. И на КВ-Эксвей. Притая спектра, сразу же приходит Нед. Раскручивается ультимейт и пошел эпицентр. КВ-Эксвей все еще живет. За счет того, что он плотный большой жирный медведь. Наконец-то погибает от Солсамшена, но здесь начинают разобираться. Убили таску, убили визажа, Клокерка. Гонит спектру. Если спектру еще добьет, действительно добивает его, нет. Получает даблкил. И все становится совсем замечательно. То есть то, что потеряли друида, это не так уж и страшно. Помимо друида, потеряли еще и Элдер Титана до этого на меде. Элдер Титан практически додела мека, то есть все не так и плохо. Мы пришли, сразу же сломали вышку. Просто потому что могут. Есть диаболика Эдик с четвертого. Ну и так вот после каждого тимфайта и будет. То есть подрались. Оказались плюси Титаны. И сразу же приходит Лишак, ломает вышку. А от того, глядишь, еще и медведь придет. Мекку несет себе уже. Я матэх. Открывай акцию. Нужно что-то делать, иначе он совсем новонфактором будет в этой игре. И все без него пройдет совсем. Так, ну а здесь? Есть 5000, есть уже команда Титан. Есть 2000 по опыту. В общем. Пока все здорово. Так, здесь какая-то заварушка. Здесь убили Элдер Титана. Просто его поймали. Хукшотом, судя по всему, ответные стрелы от Ахая. Но как-то здесь уже более-менее не соориентировались. И больше не подставляются. Нарисовался уже облевен став. То есть рано или поздно появится оркет. Шторма. Ну а спектра. А спектра только-только доделал себе фейсбуд. 400 у ней в кармане. Стоит аккуратно, фармит. Ну, в общем-то, если он копит на релик, релик будет у нее явно позже, чем у медведя. Здесь хотя бы 1500 есть в кармане запасные. Ага, нет. Доделается Блинкдаггер. Ну и скоро все станет совсем страшно. Скоро будет летать он каждый раз своим эпицентром. Толком будет не подраться. Разве что нужно будет бежать в разные стороны, бегать, летать. Шторм это делать может, а вот саппортов такой возможности просто нет. Что мы уже имели удовольствие здесь наблюдать на топе в прошлый раз. Вот он, Блинк. Мана он теперь и не стоит в этой версии. Сент-Кингу это очень удобно. То есть не нужно фармить Аркейнбуд. Коинбустер появляется у Лешака. В общем, плотняются все саппорты команды Титан. Так, Спектра. Спектра пролетает ультимейтом. Здесь параллельно влетели. Похоже, опять на Ямтах. Да, действительно, его здесь просто апперкотом добивают. Но это мид. НЕ показывает зубы. Титан, как-то они замедлились. Пока разбежались они все по лесам. Кто-то блинк доделает, кто-то чего-то. И в итоге НЕ просто перехватывает инициативу и начинает ломать вышку. Вышку уже, собственно, доломают. И ты, в принципе, от того глядишь. Скоро пойдут и дальше. Хукшот не тратили. Влетал просто Шторм. Мануан Регинит скоро доделает орки. И тогда все станет совсем неприятно. То есть... Здесь, конечно, пушатся с обоих сторон у Блэйна. Но Тириадин Тлера здесь тоже стоит. То есть можно сейчас будет пройтись и просто по всем этим вышкам пробежаться. Спектра, похоже, решает, что нужно сперва доделать Мэджик Ван, доделать барабан. И себе брейсер просто уплотняется, лишь бы жить. Можно его понять. Пока что он может в качестве залыть, за счет этого наносить урон. Торопиться с Родианцем. Не факт, что стоит. Если он будет помирать с этим Родианцем сразу же. Лучше как-то жить. Так, ну смотрим. Как удается он выжить. Получает один стан, получает второй. Придает Кокрик, пытался спасти, но там стрелы уже. Спектр перешпили. Однако ответный удар. Прилетает здесь, приехал в комке. Тускай. Помог убийц Лишака. В итоге сам погибает. Просто от Сент-Кинга и этот Тир-2 Тауэр похоже, что опять для команды Титан. Тем временем Медведь просто грызет мид. В общем-то релик у него появится уже. Буквально минуту, с минуты на минуту, минуту через три уже. Должен быть, если сейчас сломает он. Либо он мид сломает. Либо здесь проломит Тауэр. Есть большая вероятность, что произойдет и то, и то. Визаж пытался донять, получает стан. Самого визажа бить уже не стали, но все-таки теперь уже у Медведя. Как мы видим, 3200 в кармане. Так, а здесь тем временем. Стрелой перешпили Клокерка и Соло его хайп. Убивает, сам улетает. Никто им помешать в этом не может. Мег есть, 15 зарядов на стике. Радо что ботинок осталось доделать. И в принципе, целиком укомплектован уже практически. Адер Титан. Отпевает себе монет. Есть маны, заливают. КВХ своя. У Мирана есть уже ультиматор. То есть рано или поздно появится все-таки. Манта стайл. Барабан уже есть. Запускает стрелы, смотрит кто где. Видит она визажа. Но ничего она не видит. Это того, что здесь Стором пошел. Вместе с Тускаром они отправились искать Медведя. Ждут ракеты у Клокерка. Прилетает ракета. Видит, что там тролли ходят в разные стороны. Поставили Реймланд. Дают дополнительную вижну. Никого никак не найдут. Видите, там как-то они аккуратно ходят. По своему лесу особо не передвигаются. Так. Шторм. Полетел за льшираком. Сразу же Тай Спирита. Теперь уже проблема у Ямотых. Но Тускару пора уже укатываться. Потому что здесь поддержка прибегает моментально. Да, с руки. Льшаку, но пора бежать. Добивает его Льшак. Амирана в погоне за Штормом. Стрелу заряжает на упреждение. Думаю, что Шторм будет лететь. Боятся, что стрела в него напрямую летит. Это, оказывается, не так. Шторм потягивает НВП. Тянет его вортексом. Там Клокерк уже торопится. Клокерк летает на Ямотыха. Ментально его убивает. Несмотря на невидимость. Спектра потратил Хонт, но... Пролетать особо здесь уже не требуется. И сидит. Встречается с друидом. А у друиды внезапно в Медведе. Режит Сакрит Релик. На 17 минуте. Действительно пора. Боя у самой Спектры. Такого участия просто нет. 48 крипов. Но 5 раз погибал. Хотя. Что несет? Несет просто барабан. В принципе, как я и ожидал. Ну и сейчас даем друиды примерно 3 минуты. Появится у нее Родианс. И дальше можно будет уже и на Рошана сходить. И, в общем-то, по Тир-2-2 рам пройтись. Все работает по плану пока для команды Титан. Найбер, что будут делать дальше НЕ? О, как 1600 у меня в кармане. Здесь Линкен все-таки делает Миран. То есть, это вовсе не Монтостайл. Хочет она жить, когда ее притягивает Шторм. Значит, Тир-2-Тауэр. Ну, пока что первый Тир-2-Тауэр сейчас. Будет уже доламывать, наконец. За второго подхода. Приходит Медведь, жует ее Тауэр. И буквально за пару ударов это Тауэр. Убивается. Гем скупает сразу лишь акт. Тысяча золота, помимо этого, в кармане. Здесь на рецепт не хватает. Ну, сотни-четыре. Можно на Рошана сходить и Рошана убить. Но, как мы видим, здесь уже агрессивно себя ведут. Сами НЕ подходят поближе к кошкам. Дают понять, что готовы там попушить, подраться. И сами сразу же отбегают. То есть, просто по карте водят. За нос они пока команда Титан. Хоть и не очень успешно. Так, ну что летит? Летит поясок. Вот так вот. Я вам так доделать себе на кон... Нет, просто поясок. Ну, почему бы нет? Есть ботинок, есть поясок. И палочка. Пока что отходят. Ждут они Рейденс. Критичный слот. Тем временем Сэнд Кинг еще 1600 нафармил. То есть, Сэнд Кинг настолько богатый. Что может еще какой-то саппорт-айтем купить. Будет то Владимир Саффрэнк, будет то Пайп. Посмотрим, что выберут. Либо себе что-то. Так, опять мы лагаем, судя по всему. Все бегать на месте. Ага, сразу же пауза. Гоу. Отжимаем сразу же. Шторм смотрит на Хейст. У него есть уже Оркит. И он скорее... Нет, скорее всего не видит. Он Мирану наступает по этому настрелу. Мирану забирает Хейст. И Шторм здесь. Посмотрим, куда он улетит. Улетит ли он. Нет, никуда он не улетает. Спектра моментально прилетает. Прилетает на Хаунте. Притом. Сразу же к Миране. Мирану понимает, что это настоящее. Там другие тем временем, к слову, покупают Родианс. И Спектра застряла просто на Хайграунде. И здесь ее начинает расстрелить стрелой. Стрела сбивает репорт. В общем-то, можно убивать эту самую Спектру. Очень такой неудачный момент. Но прилетает Фомляра. Клокер дал понять, что он торопится уже навстречу. И Даграм Спектра отходит. Было бы совсем карикатурно, если бы там еще и Спектру. Сейчас на Клиффе убили, но... Сейчас для него он выживает. Ну вот он Родианс. Можно просто пройтись и сейчас сломать Тир-2. И сломать, возможно, даже Хайграунд. В зависимости от того, как удастся реализовать этим лейтсент Кинга. Пока что первый эпицентр. То есть он не настолько страшный, как им мог бы быть. Но вышка тает просто на глазах. Так, здесь на это находят. Находят у Фомляра. Как-то его нужно прохилить. Урной ему заряжает. Яма-то. Ну и вышка в итоге Денайд Кокерк. Получилось не так успешно, как хотелось бы команде Титанка. Как-то они прям набегали яростно. В итоге вышку сдали. Территорию теперь контролируют. Можно и на Рошан сходить. Можно и потом на топы удвинуться. Кокерк. Между прочим, уже смотрит. Ох, какой здесь сочный Крипвейв. Формить ведь хозяйство друид. Рано или поздно у него появится уже и Гиперстоун, и Кираса. И все такое прочее, в общем-то. Все, проблема решает. Тем не менее, влетает сразу в Сент-Кинг. Здесь запускается в эпицентр. Успевает, успевает проченнелись. Получает там, конечно, апперкот. Но весь его эпицентр он успел зарядить и умер. Это, в принципе, то, чего от него ожидается. Троих он позволил бить за счет себя. Ну и сейчас посмотрим, будет ли это Рошан. Либо же сразу на Тир-3 пойдут. Респаунд таймер слишком короткий, поэтому сперва надо бить Рошана. На 20-й минуте на хайграунд забираться. Не лучшая идея, без полной доминации. Ну и смотрим и графики. Здесь 7500 по золоту. Больше 3000 по опыту. То есть там по опыту все не так здорово, потому что Спектра каждый раз фармит. Фармит соло. Как-то поколупали Рошана и просто ушли оттуда. Немного странный момент. Видимо, испугались, что Спектра может прилететь на ультимейте, а вся остальная команда прибежит уже с Эншента. Форстав купил Сент-Кинг. Такой, там, вы пропали, знаете. Не стал никакие ауры собирать. Форстав действительно полезнее, особенно учитывая, что в матче Клокерк. Нужно каждый раз Исколков кого-то выталкивать. В частности, Ямтах, которые попадают раз за разом. Проверяю стрелой. Никого не видит. Клокерк успел отойти. Вижен постепенно пропадает. Не факт, что знаю, что здесь ходит шторм. Несут курьером ворды. Ну и ждут, собственно, Элдер Титана, который отбил себе ману, возвращается и готовы, в общем-то, драться сейчас за Рошана уже. Титан во всеоружие. Проявляет Клокерк. Видит огоньки от ракет, но Титан нисколько не стесняется. Формят. Тем временем здесь ганка на Медведя. Медведи никак к себе не принесет. Вот, наконец-то, отлипает кулдаун. Клокерк. Клокерк. Оказывается, уничтожен. По дауру Элдер Титана просто невероятное количество урона. Там входит и от эпицентра, и от стрелы, и от всего такого прочего. В общем-то, любой спелл. Оказывается, очень мощный. Так, кого здесь находит? С вами блинком. От этого на это. Слышная неприятность для команды НЕ. Клокерк он подловил, и таким образом Рошан и Титан спокойно забирают. Достается Эггс Друиду, ну и на Хейсте побежал Сент-Кинг дальше. Видит он Алекса. Дает ему стан. Стрела полетела, но стрела не попадает, чтобы Форстаф в ней не влетел к столу. Ну и можно по Меду, раз такое дело. 50 золота. Пути зафармили. Так, не хотят по Меду, хотят по Топу. Там стоит еще внешняя вышка, вот внешнюю вышку было бы здорово убить. Последняя, в общем-то, последняя цель на карте осталась, помимо Хайграунда. Хватает на Гиперстон Друида, но... Так, где у него Медведь? Сейчас мы посмотрим. Да, Гиперстон у него пока нет. Ну, говорит, звезд здесь Тауэр, сосульками отбрасывается здесь сразу, что Тускар, но никто ничего сделать им уже просто не может. Здесь, как видно, за 10 тысяч по этому графику, за 5 тысяч по опыту. По опыту все еще не слишком внушительное преимущество, но должны понимать, что сейчас им просто придут и все проломят. На спектре никаких слотов особых, значимых прямо-таки нет. Доделал наконец-то на Дефизу, но посмотрим, кстати. Может, это как-то поможет, если собьют они удачно, блин, Сент-Кингу. Но шансов здесь уже для команды НЕ. Все меньше и меньше с каждой минутой. Рано или поздно доделает НМП себе Алибарда, появится Кираса у Медведя. Лишь Шрак. Похоже на Бластон, он нацелился. И ходят как у себя дома, они по вражеской плане карты перемещаются. Фармит Ахая. Тоже никого не боится. Так, Друид. Шторма, похоже, все-таки видел, что он просто пролетает здесь и телепортируется подальше. Мало ли кто там будет. Нажали смок. Титан хочет хоть кого-нибудь найти на карте и хоть кого-нибудь успеть подрезать до начала пуша. Потому что 5 в 5, ну, как-то, похоже, просто не хочешь так набегает. Стан дали. Дали стрелу. Ну, вот он, тот самый ганг. Пролетает сразу спектра на хаунте. Выжигает там ману своими иллюзиями с Дефизлом. Эхристом. Отменил в последних моментах стоп НЕП. Тем не менее, успел, скорее всего, попасть. Ну и здесь попав Стускар. Между делом прилетает Шеки. Шеки получает огромное количество урона. Улетает обратно. Понял, что не по зубам ему. Сэнд Кинг там прохиливается всемекой. Ну, решили, что надо заходить по топу. Кираса пока что нет, но это не проблема. Городовышку Сэнд Кинг аккуратно стоит рядом. Если что, будет летать ультимейтем со вторым эпицентром. Медведи Айгаса. Погибать не страшно, разве что кулдаун на медведя пока 90 секунд. Ну и сломали вышку и разбегаются. Могли, в принципе, и продолжить, но решили не переусердствовать. Так, здесь Шторм. Тянет он Ямтеха. Стрелу получает. Ну и можно убивать. Прилетает как раз спирит. И Миран. Убивает Шторма. Здесь все бегают за медведями. Медведи пытаются ганкать. Значит, там просто уходят. Удивлен, что не стали они прямо-таки забегать на хэгграунт ломать бараки, но, видимо, не хотели они переусердствовать. Они понимают, что играют на пинге. Если будут допускать какие-то ошибки, внезапно вайпятся. Кто знает, чем это все закончится. Вот она, Лебарда. Здесь дезолятор уже есть у Мираны. Окей, КВ-Эксуэй. Сейчас уже доформит свой рецепт на Акирасу. Попали все-таки. Стоял, смотрел, пропадет ли стрела. Долеститель до Аликса. Действительно долетает. Минус армор. Стан. Наклокер просто разваливается. 14.25 здесь уже. Шансов очень мало. Команды НЕ не уделились. Скоро они уже начнут сдаваться. Ну пока. Друид доделал Кирасу. Возвращается обратно. А Эггис у него все еще есть. Нужно просто по Миду пройтись. Либо по ТОПу там барак зачистить. Не видим Сенткинг. Зашел, смотрит. Кто там из базы будет выходить. Но с базы все выходят понизу. Так, видит Медведя. Медведь бронированный. Просто так его не убить. Поэтому на него внимания не обращают. Ну и похоже это финальный пуш от команды Титан. Собираются. Подбегают. Гем есть. Есть дезолятор. Есть Кирасу. Огромное количество минус армора. В общем-то. Строения должны падать. Невероятно быстро. Как, впрочем, герои. Порочал Медведь. Так, летает. Шторм. Шторм влезет. Пытался на кого-то напасть. Сразу летает обратно. Спровоцировал. Он, похоже, у нас на инициацию. Здесь пошел действительно раз в литр. Просто в кусты. Ломается в кусты. Здесь, кстати, Медведь воюет. Скинт Недведь сидел в кустах. Вот он выкатывается, наконец, своим пицентром. В итоге Steam Fight делится на огромное количество частей. Здесь гоняется. За Мираной. Шторм даем. С Тускаром. Ну и, похоже, Шторм даем с Тускаром. Здесь просто погибнут. Скарм. Отбраться с Асульками. Похоже, хочет он добить Эльшака, но не успевает. Там сразу все укупаются. Влетает Шторм. Получает. В итоге он даблкилл. Добивает одного. Сейчас присянь другого. Три секунды у него кулдан. Но есть Коги. Ямотех тоже в итоге погиб. Но Шторму все-таки потеряли. То есть, несмотря ни на что, задача команды Титана выполнена. Ага, и еще и медведя. Стрела. Как бы сейчас медведь не прожег всех просто. Раз. Еще бы удар. Прыгает там Мирана. Находит она Шторма как раз. Очень удобно здесь оказалось. Как-то дрифтом она приземлилась там прям-таки в кустах. Нажимаю себе невидимость. Похоже, еле-еле успела она улететь. Здесь фамильяры послежили. Ага, вот он Ахая. Никуда он не улетел. Он здесь воюет со спектрой. Воюет со всеми подряд. Стрелы в разные стороны. Сам упрыгивает. Фамильяры в погоне. Но фамильяры уже сажались. Зарядов нет на пробане. Просто погибает в итоге Ахая. Видно уже, что не стесняется. Аркад надерулся. Там один герой в троих может набегать и так далее. Ахая. Так, ну что есть дальше? Блокимбар себе похоже делает Элтер Титан. Спектра, давайте посмотрим, появилось ли у нее что-то новое. Появляется Яша 1900 в кармане. Ну, в принципе, то, что у них одной стороны не хватает. Если сейчас вот так вот Титана раскрабляться, выпустят они как свое преимущество умудряться. Теперь кто узнает, чем это все закончится. Спектра. Монтостави доделает. Конечно, ее сейчас в большинстве случаев просто не замечают, ее ультимейт. В общем, черт не шутит. Значит, там, похоже, намерились ждать Рошана. Вроде бы могут они сейчас как-то просто нажать смог, пастись с Сэндкингом за ганг, всех убить. Но не торопятся. Ждут они респауна Мирана. В любом случае, есть еще 20 секунд. Пока Мирана нет, они никуда идти не хотят. У нас с изолятором она довольно важный персонаж. Такого находит, находит здесь Спектра, к слову. И сразу же убивает. Не пожалели эпицентр. Убили вражескую кэри, можно по Меду смело идти. Кстати, Байбеке. Байбеке нету Мирана, нету Шторма. Нашли еще и Клокерка, но не подцепили его на Роспитер. Миран торопится, там прыгает. Выкупается моментально Спектра. Собственно, про Байбеке смотрели. Здесь убивает сразу. Сэнд Кинга не было эпицентра. Собственно, поэтому драка будет не очень удачной для команды Титана. Здесь убивают MVP. Медведи тоже не так много КП. Влетает наконец-то Клокерка, просто в сейх влетает. Нужно рассталкивать их в разные стороны Когами. Коги поставил. Разделил тимфайт на все части. Как было нужно. То есть, все эти стороны свои. Все эти стороны. Пора бежать, господа. Ну что, неплохо. Титан, как-то они поняли, что Спектру они убили. Но их развели в итоге. На Байбеке это самые Спектры. Так как они били более без эпицентра, им подраться толком так и не получилось. То есть, Сэнд Кинг просто влетел куда-то и погиб. Моментально. То, что они себя вели аккуратно, это действительно было оправданно. Потому что здесь НЕ начинает внезапно показывать зубы. Как мы видим, здесь в районе 13 тысяч замораживается график по золоту у команды Титан. Ну и по опыту примерно так же на районе 8-9 тысяч. Пока что сложно это назвать прям таки камбэк потенциалом. Но тем не менее, пространство себе покупают. Продолжают фармить Спектра. Хоть она и выкупалась, хоть и тратила золото. Ну вот так вот все выглядит по Нетворцу. Чтобы было понятнее. Шторма все даже получше. У него, к слову, была кимбар уже. То есть, если до этого ее убивали эпицентром, различными такими с пылами, радиансом и так далее, или широком, то сейчас придется вручную. Но, к слову, Миран уже скоро будет способна на это. И так уже неплохо наворачивает. Что она, что друид. Вот он, Рошан. Второй Рошан проверяет туда Клокрик. Засылает ракету, видит. Все готово, в общем-то, для влета. У Спектра есть хаунд. Нужно влетать, нужно нападать. Приходят фамилиары. Садятся здесь, их встанет. Так. Куда там Шторм летает? Я не уследил. Вот он Шторм летает на клифте, тратит он свой. Блокимбар очень вовремя до устана потратил. Не уверен, если просветка, его там просто пинают как-то в разные стороны, его прогоняют. Он летает, чуть было не погиб. Довольно неприятное здесь место для команды дайеров. Здесь драться на узком пространстве не очень удобно. Влетает Клокрик, сразу же отказывается, оказывается, по фокусам, под фокусом сразу же погибает. А, Нет прокастовал там где-то эпицентр в углу. Пытался он убить Торман, но Шторм, похоже, влетел на последнюю ману. Нет, хотя добить, Нет, похоже, будет жить. Здесь погибают уже один за одним. Игроки команды НЕ. И в живых остается лишь Тускар и Шторм. Какая-то очень сумбурная драка здесь. Шторм туда-сюда летает. Он вот здесь перемещался во все стороны. С Сэнд Кингом они бегали друг за другом. Но в итоге НЕ как-то скоординируются и одновременно какой-то фокус сделать просто не смогли. Из-за того, что у них, собственно, Шторм там так летал. Нельзя так устраивать, чтобы разделялся Тимфайт на все части. И основная, в общем-то, ударная сила сейчас это Шторм из Спектра. И они как-то по разным местам просто гуляли. В случае Шторма бы он просто бегал из-за своей жизни, боялся. Башера есть уже у КВА их своя. Я уж тебе, наконец, покупает Миран, видимо, решил, что пора уже делать Мотостайл. Наверное, это практически хватает на бустов трейл, если он хочет покупать бустов трейл. По каждому пешочкам перемещается, достаточно медленный. Собирается Титан. Видно, что неторопливо отыгрывают, аккуратно. 23-34 счет. То есть здесь, несмотря на все это преимущество, каждый раз были какие-то размены. Титан. Хоть вроде бы все и здорово. Но полной доминацией назвать это сложно. Ошибки. Допускались. Так, Спектра. Ничем, в общем-то, не попали. Ладно, не с эпицентром врывался. Ну что, посмотрим. Последний, похоже, финальный пуш, решающий для команды НЕ. Медведь приходит и просто съедает вышку. Приходится нажимать противайн, нужно что-то делать с этим медведем. Никто не понимает, что там делать. Так, полетел, полетел Шторм. Блэкин Бар нажимает, сразу же конд от Спектры. Ушлики огромное количество КП просто тает. В общем, попался под фокус Мираны. Вынужден улететь обратно. Но на этом, похоже, все закончится. Аликса ловит. В колоках он своих так и погибает. Ворстав не сильно помог. И дальше уже погоня за Спектрой, за всеми остальными товарищами. Уже ее отмереть. Отличный двойной стан. Там и изолятор, там и кираса. В общем, все проседают невероятно быстро. Один, второй погибает. Третий. На стрелу. Нет, не наступит на стрелу. Ну, GG. В любом случае. Еще становится 1-1 у нас. То есть, сейчас будет финальный матч. Титаны неплохо отыгрались. Они за первую игру. В которой они выглядели очень уверенно. Сейчас видно, что уже более-менее освоились. Хоть и были у них проблемы с подключением. Хоть и здесь было все, ну, не так гладко, как им хотелось бы. Особенно начало для них было прям-таки разрушительным. Что-то хотели они подраться там с твоим трилейном. В итоге сами ферстбат отдали. Несколько киллов. Ну, да ладно. Давайте ждать буквально 5 минут. И продолжим с последним матчем на сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok